В их иллюминаторы заглядывала бездна. Это о водолазах, людях мужественной профессии. И заглянуть в эти самые иллюминаторы можно на выставке в Центральном военном морском музее. Водолазные столицы Это знаменитая трехцилиндровая водолазная помпа. Причем это ранний вариант, который еще не имеет механического привода. Два человека раскручивали помпу и подавали водолазу в воздух. И водолаз с такой помпой мог работать до глубины 12 метров. Очень тяжело ее крутить. И на всех промышленных работах помпы крутили женщины. Но все думают, что водолазы только ищут клады. А водолазы прокладывают трубопроводы, электрокабели, строят мосты, причальные стенки, поднимают корабли, спасают людей, изучают море. Водолазы за годы войны подняли более 3000 кораблей и судов, разминировали очень много рек, озер, построили мостов, причальных стенок. Это они, водолазы, обеспечили дорогу жизни в Ленинград. Проложили трубопровод и электрокабель, по которому город снабжался топливом и электроэнергией. Вот в таком костюме был поставлен мировой рекорд погружения на 300 метров. И сделали это наши водолазы в 1956 году. Мощный шлем, мощные ботинки. Если обычные ботинки весят 6-8 килограмм, то вот этот ботинок один весит 12 килограмм. С этим со всем оборудованием 97 килограмм вес. Обратите внимание, вот в этом костюме вот такие трубочки, тонкие трубочки, по которым идет горячая вода. Вот этот костюм водолазный для работы на глубине до 200 метров. Для чего нужна эта металлическая большая конструкция? А вот эта вот беседочка нужна для того, чтобы легче было его опустить под воду и легче поднять. Между прочим, известны случаи, когда водолазами становились девушки. В истории водолазного дела в России погружалась Ульяна Женц. Продолжение следует...